Всем привет! У нас сегодня уже такая погодка. Всё белым-бело. Это морозец. Уже, конечно, вышло солнышко, прогревается. Но вот так вот всё покрыло синим за ночь. Уже полдевятого утра, но солнце ещё не растопило. Этот морозец. Здесь у меня накрыта зелень. С которой я всё собираюсь что-нибудь сделать, или заморозить её, или продать. Вот здесь наши курочки. Видно, что лысоватые у некоторых спины. У некоторых уже отрастают новые пёрышки, колодочки. Но так как куры закрытые, то им уже не первый год, это не молодые. Это, скажем так, им уже полтора года. Поэтому процесс линьки у них проходит дольше. Так как они закрытые, они получают меньше таких полезных питательных веществ, которые бы они могли найти на улице. Там разные червячки, насекомые, камешки и всё остальное. Травку. Хотя мы им травку даём. Вот сегодня ещё не рвали, так как холодно. Но я думаю, когда прогреется всё и мороз растанет, морозец, который на поверхности травы и всего остального, то, конечно, я пойду на рву. Каждый день мы им обязательно рвём ведро травы. Также, сейчас покажу, что мы им даём дополнительно. Вот у них такая кормушка. И здесь всегда у них есть ракушка. Морская ракушка, вот такая битая. Чтобы им проще было её клевать. Всегда в наличии есть. Также в комбикорм я им добавляю рыбий жир, мел. Когда мелю зерновые. И, в общем, вот сейчас у них процесс линьки. У меня некоторые есть курочки красивые, такие пушистые, чубатые. Ну, а некоторые вот такие вот чубатые, у которых чуб почти лысый. Выпустить, к сожалению, я их никак не могу. Потому что будем укрывать виноград. Они всё разгребут, все листья, всё укрытие. Поэтому добавляю витамины. В воду добавляю сейчас чектоник. Сейчас мы добавим. И в еду добавляю рыбий жир. А также у меня есть ещё рыбная мука, в которую я добавляю немножко. Или рыбную муку. Всё сразу не даю, чтобы не было у яиц запаха рыбы. Так как всё-таки уже начинают вырисовываться постоянные клиенты. Так как яйцо я ввожу не просто на рынок, а ввожу под заказ. Поэтому не хочется, чтобы яйцо было с каким-то привкусом. Вот такой чектоник набрала. Здесь два кубика. Один кубик на литр воды. По инструкции. Вот, смотрите. Один миллилитр на литр воды. 5-7 дней. Даётся для молодняка, птицы, бройлеров и кур несушек. Также добавляем в корм вот такую вот серу. Кормовая сера. Очень она полезна для всех животных. Для шерсти и для кур при смене пера. И вот понемножку добавляю столовая ложка рыбий жир. При замешивании корма. Сначала выливаю воду. Потом размешиваю. И добавляю уже комбикорм. Вот такого вот собственного приготовления. Как я делаю комбикорм, у меня на канале есть видео. Кому интересно, посмотрите. Здесь состав из разных зерновых. А также мел и рыбная мука. У нас сейчас яйцо подорожало. Но уже, наверное, где-то месяц назад. Яйцо стоит 45 гривен за десяток. Напишите, какие цены на домашнее яйцо в ваших городах. Мне будет интересно узнать. Особенно по Украине. По разным городам. Но на УЛХ я смотрела от 35. Это я где-то две недели назад смотрела. Хотя не уверена, что такая цена уже тогда была актуальна. Потому что 35 гривен, это, ну, как бы они даже не оправдывают корма. Хотя, если куры молодые, то, может быть, и оправдывают. Потому что они не так долго линяют, как вот эти второгодки. А если вот я смотрю по своим курам, у меня в наличии 35 кур. И в день они несут 10 яиц. То они еле-еле зарабатывают себе на корм. Вот такое и было видео сегодня. Жду ваши комментарии. Пишите. А вот так вот лотки. Собираем яйца, слаживаем. Вот еще второй лоток недособранный. И здесь немножко там раздавили одно яйцо. Хотя кальция, я считаю, что даю достаточно. Но бывает и такое. И спасибо вам за просмотры и поддержку моего канала лайками. Всем пока. А еще такой момент. Вот курица поймала мышь. Вот так красная бегает, бегает. От всех ее прячет. Пытается съесть. Кстати, уже не первый раз вижу, когда курица ловит мышу. В прошлый раз я забрала, отдала коту. В этот раз вот, наверное, тоже надо отдать коту. Вот такие они, охотницы. Хотят мяска. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok